Богатые тоже плачут. Как подсчитало агентство Bloomberg, общая стоимость 10 ведущих брендов класса люкс сократилась на 7 миллиардов долларов. Некоторые аналитики отмечают, что продажи с начала этого года сократились на 15-30%. В сегменте одежды падение импорта составило 30%. А вот трафик посетителей премиальных торговых центров сократился на 15-20%. Что касается такого сегмента, как индустрия моды, 65% покупателей не поменяли свои покупательские привычки. Кризис коснулся 35% традиционных оставшихся покупателей, которые называют не аффлюент, это высокооплачиваемые персоналы. Они действительно сократили свои расходы, сократили существенно. И часть покупателей, тех покупателей, это третья уже группа, которая делала редкие покупки, она вообще отошла от сегмента лакшери. Эксперты приводят статистику. Так, в России продажи ювелирных компаний в штучном выражении сократились на 20-25%. А импорт драгоценностей за первое полугодие снизился почти в два раза. Сами представители ювелирных брендов говорят о росте покупательской способности. По их мнению, именно наши соотечественники инвестируют в драгметаллы во время кризиса. В российском менталитете есть некая история вложиться во что-то. И на сегодняшний день ювелирка и часы являются тем самым вложением, в которое люди вкладывают свои деньги, боясь их потерять. Поэтому в нашем случае мы, например, можем сказать, что в рублевом эквиваленте мы не просто остались на ноль к прошлому году, а даже слегка приросли, то есть порядка 15-18%. Но это скорее частный случай. В целом по рынку, по отношению к прошлому году, розничные цены повысились пропорционально падению продаж. Эксперты переводят разные цифры. От 25% до 60%. Здесь нельзя говорить ни о каком импортозамещении по монетам совершенно причинам. Далее очень сильно отличается люкс в России и люкс за рубежом. Одно из последствий того, что произошло с рублем, это то, что товар класса люкса стали дешевле в России, нежели чем в Европе, даже несмотря на то, что в России не существует на сегодняшний день возврата НДС. И вдруг люди начали покупать в России те вещи, которые раньше закупались исключительно в Лондоне, в Милане или в Париже. Новые марки также не спешат заходить на российский рынок, хоть и говорят о его перспективности. По итогам прошлого года из сегмента одежды самостоятельно к российскому покупателю вышел только один бренд. В этом ни одного. По итогам года лакшери торговля упадет на 10-20%, уверяют эксперты. При этом одежда будет чувствовать себя хуже других категорий товаров. А вот сумки и обувь премиального сегмента кризис на себе не испытают.